Тормозные риски. Вероятность рецессии в России снизилась до 10. Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20-25% в начале года до 50% в 3 квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУИМ. ГВ. Плеханова, с которым ознакомились известия. Впрочем, опрошенные известиями эксперты настроены более пессимистично. По их словам, риск замедления темпов роста ВВП все же сохранится на уровне 20%. Более того, если стоимость нефти упадет, этот показатель, по их мнению, удвоится. Помимо цен на черное золото угрозой для экономики аналитики называют и возможное расширение санкций. Речь прежде всего идет о блокировке счетов российских газбанков за рубежом. За медленными шагами. Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики и продолжение ее роста, отмечается в макропрогнозе РЭУИМ. ГВ. Плеханова. Это будет возможно при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители. При этом в документе отмечается, что риск рецессии в России все же сохраняется из-за увеличения НДС в январе этого года и продолжающегося падения курса нацвалюты. Однако, уверены авторы доклада, по мере исчерпания влияния первого фактора возможность возникновения рецессии постепенно снижается. Если в IE2 кварталах 2019-го они оценивают ее в 20-25%, то в IE3 уже в 50%. Риски. Фото, известие, Артем Каратаев. Думал и гадал, Минэк готовят прогноз развития России до 2050 года. Первый стратегический документ на 30 лет вперед ведомство планирует представить в конце года в Минэкономразвитие на вопрос известия о риске рецессии в России не ответили. Между тем Росстат уже зафиксировал снижение темпов роста ВВП. По предварительным данным Федеральной службы гостатистики в IE2 квартале 2019-го года показатель увеличился лишь на 0,5% к тому же периоду 2018-го. Эта оценка оказалась хуже прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, которые ожидали роста ВВП в январе-марте на 0,8% и 1,1,5% соответственно. Согласно же оценке РЭУ, в апреле-июне этот показатель достигнет 1,97% в годовом выражении, а в июле-сентябре 1,39%. Тем временем с выводами авторов доклада согласны не все. Так, профессор Райн Хиггс Юрий Юденков считает, что причин для замедления российской экономики сейчас не наблюдается. По его словам, в настоящее время в стране активно кредитуется промышленность и реализуются национальные проекты, которые и выступают залогом роста ВВП. Однако к факторам риска рецессии эксперт относят расширение санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление отечественной экономики. Прежде всего речь идет о блокировке счетов наших государственных банков за рубежом, сказал Юрий Юденков. Риски. Фото, известия, Зураб Джавахадзе. Дальнейшее развитие экономики также зависит и от цен на нефть, отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По мнению аналитика, Россия до сих пор продолжает сидеть на нефтяной игле, а импортозамещение пока идет довольно медленно. Уход от рецессии. 13 проектов весны. Реализация майских указов даст ВВП 1,5%. Самым важным направлением эксперты считают повышение производительности труда, поэтому вероятность наступления рецессии в 3 квартале выше, чем прогнозируют в РУИМ. ГВ. Плеханова, считает эксперт. По его оценке, она составляет около 20%. А если стоимость черного золота на товарно-сырьевом рынке упадет, то риск замедления темпов роста ВВП вовсе может повыситься до 30-40%, отметил Роман Блинов. «Россия сейчас нуждается в новых технологиях и притоке прямых инвестиций», – сказал он. «Они должны направляться не только в нефтегазовую отрасль предприятия ТЭК, а также в промышленность, малое и среднее предпринимательство, человеческий капитал, образование и здравоохранение», – отметил эксперт. «Чтобы избежать рецессии, необходимо изменить экономическую модель России», – считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его словам, быть большой государственной нефтяной скважиной легко и привычно, но перспектив у такого подхода нет. По мнению эксперта, в настоящее время необходимо развивать обрабатывающую промышленность и частный бизнес. Первые ясновополагающие шаги в этом направлении – снижение налоговой нагрузки и тотальная приватизация, кроме стратегически важных добывающих и оборонных предприятий, государственных компаний, риски. Фото, известия, Константин Кокашкин. Для снижения зависимости российской экономики от стоимости нефти в правительстве было разработано бюджетное правило. Оно предписывает направлять в резервы сверхдоходы бюджета, если цена черного золота превышает 40 долларов за баррель. Но Никита Исаев отметил, что бюджет по-прежнему на 46,4% зависим от сырья. По итогам прошлого года доходы казны составили 19,445 ТРЛН рублей, из них 9,18 ТРЛН рублей нефтегазовые. В этом году ситуация не меняется. По итогам четырех месяцев нефтегазовые доходы сформировали 42,8% федерального бюджета, добавил Никита Исаев. Между тем продажа гособственности в России проходит медленно, о чем ранее писали известия. В прошлом году доходы от приватизации составили 2,9 миллиарда рублей. Планировалась продажа пакетов акций 275 организаций, а удалось реализовать только 46, отмечается в докладе Минэкономразвития. Ведомство прогнозирует рост экономики по итогам этого года на уровне 1,3%. В прошлом году ВВП вырос на 2,3%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...